Мошенники пугали нас всемогущим ФСБ, придумывали тысячу и один способ лишить нас честно заработанных денег. Все это уже было, но безнаказанность рождает вседозволенность, к сожалению, аксиома. И вот предприимчивые дельцы добрались до наших татарских народных сказочных героев. Все очень просто. Некое ООО национальной игрушки, существующей чуть больше года, то ли запатентовала, то ли присвоила, пользуясь лазейками в законодательстве наших героев. Суанаса, Шуралия, Комарбаттыр и Коркоза. Дальше еще интереснее. Это ООО национальной игрушки нагло выставило претензию татарскому кукольному театру Акият на полмиллиона рублей за использование имени героев в спектаклях. Мало этого, представители фирмы уже прошлись по лавкам ремесленников и намекнули, что за сувениры тоже придется платить. Эта ОООшка уже направила в Роспатент заявку на регистрацию товарной марки Татар КЗ. У меня, честно говоря, просто слов нет. Начал изучать историю вопроса. И оказалось, что борьба за имена народных героев происходит не впервые. По сообщениям Росстата, еще пять лет назад наибольшей популярностью для регистрации торговых марок пользовались Василиса Премудрая и Елена Прекрасная. Битвы в судах в разных регионах проходят за русских богатырей и самого Змея Горыныча. Даже бессмертного Кащея пытаются присвоить, как изображение некой торговой марки. И вот теперь добрались и до нас. Имена сказочных персонажей, воспитывающих наших детей на протяжении веков, приватизировали. Такое в республике, в нашей, по крайней мере, впервые. Татьяна Тимошенко разбиралась, как духовное наследие народа вдруг оказалось в частных руках. Джинн, разбойник или призрак – этот скрюченный урод. Так описывал Широле Габдулла Тукай. А Асия Минулин, автор, наверное, самой знаменитой скульптуры Широле, увидела его слегка задумчивым и очень искренним. И вот этой своей доверчивостью он вошел в наши сердца, в которых еще живет детство. В наше время Широлей лесной дух, которому, как говорят историки, около трех тысяч лет, а может быть даже и больше, столкнулся с новой противостоящей силой – с троллями, да еще нового вида – патентными. Самым обычным днем в сказочную крепость классической драматургии Театр Куколы Кият пришло письмо. Предложение о том, чтобы до суда разобраться, заплатить, а потом договориться, что со сборов проценты будут иметь. Это фирма ООО. Ну там написано 500 тысяч. Вот у нас два спектакля там проходят. Спектакли «Суанасы», «Камурбатыр» и сейчас в афише идут сначала открытия театра «Не укради, защищай правду» – главные мысли для зрителей от пяти лет. Под угрозой оказалось написание названий спектакля. Претензия высказана за использование торговой марки в коммерческой деятельности. Они купили билеты на этот спектакль, и уже вот вы сыграли, уже вы нарушили наши права. Сначала они получают эти права, а потом ждет, когда ты нарушишь, и уже ты нарушил, получается, ты должен заплатить. Там, наверное, тысячи-тысячи всяких, то есть в Москве эта фирма регистрирует патенты, они не могут знать конкретно, что это такое. То есть столько национальности, национальных героев, и, конечно же, я думаю, закон будет на нашей стороне, и все это ликвидируется. Но как можно у целого народа отобрать права на духовное наследие своего народа? Я не понимаю этого. Компания зарегистрирована 10 месяцев назад как микропредприятие. Согласно открытым данным, ООО «Национальные игрушки» зарегистрировано в январе этого года. Основной вид деятельности торговля оптовая прочими бытовыми товарами. Обладатель торговых марок Су Анасы, Шурале, Камыр Батыр, Каркызы, Нелизеланд. Все они зарегистрированы в Роспатенте в июне-сентябре этого года сроком на 10 лет. Деятельность описывается как продажа лицензии на товарные знаки. С нами связались представители театра, мы сообщили, что на самом деле у нас нет притязаний к спектаклям, к самим спектаклям. Нет никаких притензий к героям, которые участвуют в этом спектакле. Нет никаких притензий к литературным персонажам, либо к книжным произведениям. Наши притензии заключаются в том, что незаконно используется сам товарный знак наименование в бренде. Вот это суть притензии. А также мы сообщили о том, что с театром мы готовы заключить мировое соглашение, и стоимость этого соглашения озвучили в один рубль. И лицензионный договор с театром мы готовы заключить на один рубль. Чем дальше в лес, тем больше дров. Персонажи сказок одни из лидеров в заявках Роспатента на торговую марку. Если это общественное достояние, если это, например, результат какой-то фольклорной деятельности, когда нет автора, то это общественное достояние, это может быть зарегистрировано в качестве товарных знаков в принципе. Если же это все-таки чье-то произведение, чей-то объект авторских прав, и авторские права еще не истекли 70 лет после смерти автора, то такой товарный знак должен быть зарегистрирован только с согласия либо автора, либо его наследников, то есть иных правобладателей. Юлию Таланову называют мамой Кышбабая в том виде, каким его теперь уже знают по всей стране. Народное имя татарского зимнего волшебника, также торговая марка уже несколько лет. Он уникальный, своеобразный, потому что нами был продуман доминочей образ, для того, чтобы действительно он нес и социальную задачу, и любовь к детям, к родному языку. То есть много составляющих, которые мы вложили в этот образ, когда создавали. И, конечно же, чтобы не исковеркать этот образ, нами и был сделан этот патент. Конечно, тут такое, как вам сказать, двоякая вещь. Детские садики это вообще нельзя трогать. Это также, как дедушка Мороз из Великого Устяга, у них тоже патент. То есть дедушка Мороз, он и должен быть дедушкой Морозом. Это детям дается радость, волшебство. То есть это не искажение образа. Заходите скорее, путешествие начинает. Резиденция татарского деда Мороза стала точкой притяжения туристов сложным комплексом материальных объектов и художественных постановок. В селе, в окрестностях которого и разворачиваются действия сказок Тукая, кажется, сами имена героев как будто дышат сквозь листву. Я думаю, право, вообще название этого слова это вообще его. Потому что он во всенародье дал ему название благодаря своей поэме. Это его, я считаю, авторское право. Ежегодный прирост судебных разбирательств на предмет интеллектуальной собственности за последние пять лет в 20%. Нематериальные объекты интеллектуальной собственности перешли в реальность монетизации. В управлении УФАС в суд передали аналогичное дело по торговой марке. Претензии было предъявлено татарстанским предпринимателям. Аминат. Вам что-то говорит вот это слово аминат? Вообще вот этот термин аминат, аминат, да, он известен с 1976 года. И он является общеупотребимым, извините за такой каламбур, общеупотребимым в узкой достаточно сфере. В узкой сфере недобросовестность ведь заключается не в действиях ответчика, который изначально был привлечен к участию в деле именно в этом статусе, а в действиях заявителя недобросовестной конкуренции. И о чем говорит наш закон, закон о защите конкуренции. Эти шаги, эти действия одновременно должны нарушать права конкурентов, одновременно других участников того или иного рынка. Это первое. Но одновременно эти действия должны нарушать права и потребителей. Шуроле до этого времени, как торговая марка, не заявлял о себе столь громко. До недавнего времени известный производитель заявлял колбасу с таким же названием, другую алкогольную продукцию. Права, правда, уже истекли. В спорах важно соблюдение категорий, если проще, один вид товаров или услуг. Но в законе, защищающем авторское право, существуют еще и вполне юридические понятия добросовестности и злоупотребления. Эта ситуация, она критична не только для нас, она критична для всей страны, для всего правового поля. Одна из ключевых проблем, которые сегодня существуют, это те правовые пробелы, вакуны, которые существуют в вопросах регулирования авторского права. Роспатент нам сказал, что есть даже сегодня такой термин, называется «патентные тролли». Это организация, которая регистрирует на себя те или иные товарные знаки. Мы не собираемся ничего платить и будем отстаивать интересы. Это тоже бизнес, который людям приносит неплохие деньги. А их остановить можно, эти тролли? Их остановить очень сложно. Их можно остановить в конкретной ситуации, признав их заупотребляющими своим положением и ощущающими конкуренцию недобросовестной. Но остановить массово это явление, над это проблемы бьются ведущие юридические умы всего мира. Заплатить театр Кокол даже один рубль за лицензию на право использования торговой марки, это стало бы золотым ключиком, открывающим уже другие возможности, о чем представитель компании говорит вполне открыто. В данном случае мы говорим о вознаграждении в один рубль. То есть, если у нас будет какой-то другой предприниматель, с ним мы можем заключать любое другое соглашение. И там уже рассчитывать их доходы. Например, они будут нам говорить, что вот столько спектаклей мы провели, соответственно, за каждый спектакль мы платим вам столько-то. Позиционируя себя как молодую компанию с перспективными планами на будущее, национальные игрушки уже отправили заявки на регистрацию торговых марок «Казанская царица», «Убрылый корчит», «Татар кызы» и «Татар егты». А это уже название многолетних конкурсов красоты, силы и знания татарских традиций, которые проходят по всей стране. Поле для творчества непаханное. Самый известный татар-малай в задумчивости. Я надеюсь, что в данной ситуации, как бы, Роспатент разберется и нам вернут наших героев, персонажей. Потому что, ну, понятно, что как будто бы это все сделано ради того, чтобы заработать. Вот. Но татар-малай патентовать не надо. Истории о Су-Анасы, Камур-Батыре, Шурале и других – это все-таки поучительные сказки. Поучительные не только для детей. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Булат Абдульманов, Александр Лобанов, «Семь дней». Герои народных сказок в частной собственности – это, конечно, нонсенс. По закону это невозможно. Но никто не запрещает регистрировать некие образы сказочных героев. И тут возникает просто сказочный лес юридических коллизий. По сути, это, конечно, похоже на мошенничество и обман. Наша святая обязанность, я считаю, вывести этих патентных троллей на чистую воду, внести изменения в федеральное законодательство и скорректировать работу Роспатента, чтобы никому не повадно было отбирать у людей национальное достояние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова